Привет! Не так давно на прилавках наших магазинов появилась книга по доктору Кто на русском языке. Издательство АСТ выбрало для первой адаптации один из последних сборников повестей, выпущенный BBC Books в феврале 2014 года. И как по мне, выбор достаточно странный. Итак, в книге четыре повести. Джастин Ричардс, Пусть идет снег, Джордж Манг, По яблоку в день, Пол Финч. Нет, не этот Финч. Чужаки в иноземье, Марк Моррис, Сновидение. Кстати, в оригинале первые буквы названий повести складывались в слово Last, последний. Еще раз подчеркиваю, что это последнее сражение Мэтта в роли доктора. Каждая из них рассказывает небольшую историю из 900 лет, проведенных 11-м доктором на Трензалоре перед регенерацией. Как гласит аннотация, некоторые события тех ужасных лет хорошо задокументированы, но большая их часть оставалась покрытой тайной и мраком до этого момента. Интригует, не правда ли? Давайте посмотрим, что же вышло на самом деле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Одна из главных сторон сериала, привлекающих внимание, это отношения героев. Да, не только пришельцы из космоса, путешествия во времени и спасения планеты Земля, но и прощания с Розой Тайлер, Рори, прождавшей Эмми 2000 лет, встречи и расставания с Риверсонг, и даже отношения Клара к последней регенерации доктора в новом сезоне. В изданной книге ничего похожего нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно, можно сделать скидку на то, что все истории относятся к периоду одиночества доктора на Тринзалоре. Но тогда возникает встречный вопрос, почему не посвятить некоторое время его личным переживаниям, его внутреннему я, нежеланию оставаться одному в такой тяжелый момент? Намек на это встречается только в «По яблоку в день», когда автор упоминает о том, что доктор хранит на стене часовой башни все рисунки благодарных детей, которых он спас от очередной напасти. И в том, что на протяжении следующих историй он бережно хранит трость, вырезанную для него мальчиком по имени Деол из второй повести. В остальном все персонажи выглядят какими-то пластмассовыми и проходными. Даже сам доктор, к которому, казалось бы, должно быть приковано все внимание, на деле лишь произносит несколько фраз, чтобы быть узнаваемым. Помимо этого, немного разочаровало, что первые три истории практически неотличимы друг от друга. На планету падает что-то с неба, какой-то расходный персонаж это что-то находит и быстренько прощается с жизнью. Дочитав последний абзац первой главы каждой из них, в подсознании включается заставка. Ты переворачиваешь страницу, и следующие 40-50 страниц события разворачиваются на манер очередной серии мультсериала «Скуби-Ду». О мой бог, он нас всех убьет, не волнуйтесь, я вас спасу, убийца-садовник доктор победил! Не поймите неправильно. Я ничего не имею против Скуби и Шеги. И понимаю, что изначально Доктор Кто был более детским проектом, нежели взрослым. Но на дворе 2014 год, и уже 8 сезонов он направлен на аудиторию всех возрастов, а некоторые серии я бы вообще не рекомендовал к просмотру детям, так как даже сам периодически откладывал с них кирпичей поболее, чем с какого-нибудь Dead Space. Моё резюме первых трёх повестей. Я бы получил огромное удовольствие от них, если бы читал, когда мне было 13, но в 28 они уже кажутся какими-то немного скучными, однообразными. И вообще, на самом деле, они более похожи на сценарий к какому-то боевику-карусели. На то, как Доктор топит манекенов, я бы посмотрел с удовольствием. Графон! А вот четвёртая повесть от Марка Морриса на фоне первых трёх заметно выделяется. Когда я начал обдумывать текст для этого выпуска, к тому времени я дочитывал третью историю. Меня не раз терзали сомнения. Может быть, я слишком сурово отношусь к этому лёгкому чтиву? И, может быть, невозможно в повесть на 50 страниц впихнуть хоть какие-то переживания главного героя, не говоря уже о второстепенных персонажах? Можно. И сновидение яркий тому пример. Для того, чтобы не портить вам впечатление, я не буду рассказывать о четвёртой повести, а просто предложу вам прочитать её самостоятельно. Пожалуй, на этом я закончу с обсуждением конкретной книги и в завершении выскажу своё мнение относительно литературных изданий Доктора в России в целом. В наборе книг по Доктору есть множество разнообразных изданий. Новелизации сериала, которые я, кстати, недолюбливаю и не догоняю, зачем они пишутся. Ну, конечно, кроме того, чтобы срубить бабла. Энциклопедии, фанбуки, комиксы. В Англии выходят журналы. Я показываю их в Geek Guide to London. Есть даже истории сценариста Рассела Т. Дэвиса о том, как он писал третий сезон Торчуда и четвёртый сезон Доктора, которые действительно интересно читать. В первую очередь, взрослому зрителю. Может быть, стоило выпустить сразу две книги? Одну для детей и одну для взрослых? Ну, чтобы охватить сразу всю аудиторию. Или издатели подумали, что они могут не окупиться? Серьёзно? После аншлагов в кинотеатрах на дне Доктора и глубоком вдохе? В итоге хочется надеяться на то, что это не последняя книга по Доктору, которую мы увидим с вами на родном языке, и что в следующий раз издатели подумают не только о маленьких почитателях Доктора, но и о тех, кто в свои 20, 30 и даже 40 лет не оставляют надежды увидеть однажды за окном синюю полицейскую будку и получить приглашение посмотреть на то, что совершенно не видно невооружённым взглядом. Спасибо за внимание. До скорых встреч. До скорых встреч. Удачи!